всем доброго дня и вот он парагончик собственно говоря неплохой такой автоматический ножик и как я говорил забавный к нему коробочка идет коробочке такие вот персонажи в полном боевом обмундирование какой-то судя по всему спецназ ну здесь всякие информационные моменты чистить и смазывать vd-40 и он судя по вот этим вот картинкам то есть это позиционируется как какой-то тактический автомат тактический нож но в то же время существует вот такой автоматический нож у которого нет на коробочек никаких рисунков со спецназовцами но тем не менее у него есть нсм номер и он так сказать ориентирован на использование определенного рода профессиями ну и вообще если вот так их посмотреть даже рядом присмотреться к ним становится понятно кто из них действительно тактический ножик как вот считаете кто из них более тактический ножек для каких-то военнослужащих полно все очевидно здесь дико ухватистая рукоятка неблекущий клинок лютый такой тантоидный рез он имеет плюс к всему серрейтор тут гарды ударный наконечник вот этот ножик в то же время он такой какой-то и более эстетический приятненький просто-напросто компакт некий в принципе по своей какой-то по степени приведения в готовности они примерно одинаковы то есть чтобы оба из них открылись нужно должен быть хват не вообще такой вот максимально четкий да и вот как-то здесь открытие идет то есть это фронталка по идее вот эта фронталка да он мог быть таким и здесь за счет то что это одинарного действия чарджер здесь находится вы тоже не можете здесь вот пальцы сюда класть поэтому что это что этот вы должны вот здесь эту как бы пространство освобождать единственное что здесь вот интересно что возможно реализовать в этом наше что если например как-то вы там из рукава его как-то там не знаю для чего это может понадобиться но просто вы можете в принципе открыть полностью не доставая то есть принципе ему достаточно вот пальцами не зажимать эту линию где ходит чарджер и тогда он может у вас в каком угодно ограниченном даже пространстве открываться никто может и не заметить что у вас там баба баба типа чёрт вот так вот такой ножик вы понимаете да чтобы он открылся тут должно быть большее пространство вокруг него свободное ну вот это единственный момент но если говорить о каком-то вот таком вот применении то эти люди не будут там из рукава как-то это все прятать и это больше какой-то такой криминальный уже тема вот какие такие соображения стали здесь кстати одинаковые с 30 и насколько он такой вот какой-то кажется знаете таким бруталом и настолько этот кажется таким достаточно эстетическим кинжальчиком просто-напросто который сам по себе такой изящненький а это вояка ну так как-то нужно еще сказать что в плане по колючести они оба примерно одинаково классно влетают в картонки в то же время этот конечно будет резать гораздо лучше эффективней этот больше как бы только на укол и рассчитан здесь вот за счет такого очень интересного там то фальшик все сведено в принципе он очень классно коль ну и собственно говоря совершенно очевидно какой ножик был бы выбран на случай необходимости использования в каких-то там условиях приближенных к военному ну по-моему вот этот но я не знаю в принципе есть какие-то соображения может быть вы мне подскажете по какой причине может быть выбран на этот может это по-моему чисто какой-то городской такой для пафоса какого-то так что если есть какие-то идеи по этому поводу буду рад их услышать ну спасибо за внимание надеюсь кому-то будет интересно посмотреть спасибо за внимание Продолжение следует...